Слушайте, удивительная история, как это происходит с этим событием, со смертью Навального. В общем, по масштабу это, конечно, похоже на 22 февраля 24 года. Но я вот по-прежнему все со своими тараканами пытаюсь разобраться и понять, зачем, какой урок. И вот сейчас до меня дошло, что это новый урок. Это нельзя сравнивать, вот как после начала войны мы все такие, вот нам нужно собраться всем, найти своих и успокоиться. И типа все начинали дышать и как-то жить дальше. А что-то сейчас пока дышать-то не получается начинать. И, не знаю, трудно даже мысли пока формулировать. Интересно. Пипец. Добрый день, друзья. Недобрый день во мне, други. Может быть, вы не поверите, но мне, правда, Татьяну Юрьевну Лазареву просто жалко. Потому что она влипла вот в эту повестку либеральную в свое время с подачи Бориса Немцова. Он пригласил ее для участия в движухе на Болотной, объяснив, что нам баб не хватает. Это не какой-то инсайд, она сама рассказывала о том, как она оказалась вдруг политическим, условно говоря, деятелем. Ну вот и понесло, покатилось. Теперь, в общем-то, она и иностранный агент, и позорные совершенно пилила ролики для киевского телевидения в начале СВО. И сейчас вот несет то, что она несет. Еще раз повторю, я вот искренне говорю, что и ее, и Михаила Шацца просто жалко. Поддержка вас тоже приоритетна, но и с вас мой спрос тоже в приоритете. Вот такая загогулина получилась. Продолжение следует...